Фонсор проекта компания Сапфир. Сапфир, наши лучшие рекомендации. Всем привет, я Арина и это Технокухня. Прочитав бодрую статью Crysis 3 против 22 видеокарт, в частности, что игра охотно кушает больше гигабайта видеопамяти, мы более месяца ждали на тест версию HD 7790 с 2 гигабайтами ОЗУ на борту. Теплилась надежда опогнать гигабайтную версию и хотя бы приблизиться к злейшему конкуренту 650 Ti Boost. На деле, как вы уже видели, два дополнительных гигабайта ничего не дали ни в метро, ни в Crysis. Карта с удвоенным объемом памяти, если и быстрее, то на 1 фпс, что чуть ли не укладывается в погрешность. Причем, надо заметить, мы проводили тесты при одинаковом разгоне чипа до 1200 МГц. На средних настройках отрыв вырастает до 2-3 фпс, с рывками до 5-7 фпс, но он не спасет. Так как число кадров в секунду переваливается за 40, пользователю действительно нет никакой разницы, какая версия HD 7790 установлена с 1 или 2 гигабайтами на борту. Естественно, не получилось у нас обогнать 650 Ti Boost. Получилось удивительно. 2-гиговые версии 7790 и 650 Ti Boost стоят в российской рознице одинаково 5,5 тысяч рублей. Но карточка от Nvidia заметно быстрее. А вообще, суперзолотой серединой цена-качество сейчас является версия 650 Ti Boost с 1 гигабайтом памяти по цене 4700 рублей. Ее мы вам и советуем для покупки, когда на карту бюджет ограничен отметкой в 5000. Теперь прольем свет конкретно на версию от Sapphire. Нам она понравилась своей стильной металлической пластиной, которая крепится позади видеокарты. Пластина, по заверению разработчика, снижает температуру чипа в памяти на 13 градусов относительно референса. Вообще, память не нуждается в охлаждении, как и в разгоне, так что решение, на наш взгляд, получилось скорее эстетическое, чем практическое. В сравнении с Dual X версией, вентилятор всего один, кулер в целом послабее, и мы уже имеем не 59, а 69 градусов пиковой температуры. При этом уровень шума 33 дБ, ровно такой же, какой был во время тестирования Dual X. Чип у Dual X версии вендором был разогнан с 1000 до 1075 МГц. На этот раз заводской разгон составил 1050 МГц. Память в обоих случаях работает на частоте 6400 МГц. Длина обеих карт равна 22 см, и там и там одинаковые интерфейсы, 2 DVI, HDMI, DisplayPort. В комплекте никаких игр, зато по традиции ZAPFIR есть HDMI кабель. Также в поставке переходник DVI-VGA, переходник питания и Crossfire мостик. По большому счету, обе карты тихие, обе прекрасно разгоняются, но версия с 2 ГБ бесполезная и чуть более горячая. На этом с обзором все, награды нет. Остается сказать лишь, что с HD7790 в Metro Last Light на максимуме настроек не поиграешь, а на средних настройках жить можно. А с вами была Арина, до новых встреч!